Добрый день всем, это шестой выпуск лучшего шоу на ютубе, который называется жербестная пятница со сковородой. Я все еще жирный и сегодня пятница, поэтому давайте начинать. Я настолько жирный, что мне лень перемещаться к доске или при вас вставать на весы, поэтому... Свои результаты я принес вам сюда. Вы только посмотрите на это. Со 115 и 700 грамм я похудел до 114 и 200 грамм. То есть с успехом скинул. Целых полтора килограмма за целую неделю. И чувствую себя при этом прекрасно, как моральным, так и физически. Ну, конечно, да, вы понимаете мое чувство юмора и прекрасно знаете, что морально себя чувствовать не могу, так как мой отпуск кончился и вместе с ним кончилась жизнь, и мне приходится работать. Горечь слез, которая растекается по моему лицу от осознания того, что мне необходимо заниматься глупыми вещами, чтобы не умереть с голода, заставляет меня есть меньше. Шучу. Просто я вошел в свой обычный режим, и за счет этого из меня очень быстро ушла вся вода. И вот вам один офигительный лайфхак, чтобы достигать таких же мощных результатов, как я, и быть всегда впереди всех. Отжирайтесь, как свинья, много-много-много, а потом быстро и чуть-чуть похудете. И вот вы уже великий герой. Тот же самый эффект прекрасно достигается с помощью алкоголизма. Поставьте себе задачу. Станьте на месяц или другой запойным алкоголиком. А потом просто бросьте, и все вокруг вас зауважают. Смотрите, этот человек справился с проблемой, с настоящей болезнью. Давайте ему похлопаем. Конечно, это все шутки. Нет. Если бы не отпуск, в котором я переедал и заливал свое туловище водой, мой результат не был бы за столь короткий срок таким выдающимся. Но я хочу сказать, что я придерживаюсь двух с половиной тысячи калорий в день и занимался спортом всего лишь три раза. В общем, сковорода степенился и входит в свой обычный ритм привычного овощного существования, типичного разработчика. У меня есть зашквар. Среди недели как-то вес не падал, потому что я ем арбуз. Ел много арбуза по вечерам. Сейчас перешел на семечки. Их я ем немножко чуть-чуть, но семечки, как я говорил, намного опаснее арбуза. Может быть, я не худею из-за того, что ем арбуз? Подумал я. Но потом пришло сознание, что типа как можно из овощей набирать вес? А потом я вспомнил коров. Нет, не тех, которые мои бывшие одноклассницы в Инстаграме, а обычных, которые пасутся на поле, которые отжираются травой до внушительных размеров. Так что с них можно офигенно резать и коровье сало, и медиум рейры. Поэтому, наверное, всё-таки с фруктами тоже стоит быть поаккуратнее. Фрукты калорийны. Во фруктах содержатся те же самые сахара, которые в белом пакете продаются. Ещё, по-моему, вот я работаю, работаю. Мне всего 29. Я понимаю, что работать мне ещё долго, чтобы достичь своих целей. Походу у меня организм уже загибается. То есть, мало того, что меня тянет к земле, я ещё и жру вот эти всякие солёные штуки. Типа там грибы, капуста, помидоры из солёных закаток. Почему-то вот фетиш меня именно на них пробил. Не знаю. Возможно, я скоро умру. А возможно, мне не хватает каких-то уксусных солёных витаминов, содержащихся в этих баночках. Что касается спорта, я уже сказал, что у меня было три велопробежки. Я не занимался никакой тяжёлой атлетикой. Бицепсы, как вы видите, всё ещё как у трёхлетнего ребёнка. Но я взял себе за правило, что если я прихожу с ребёнком гулять в какое-то место, где есть турники, то обязательно надо несколько раз подтянуться. Показать, так сказать, ребёнку пример, как он будет подтягиваться всего лишь два раза, если будет много-много жрать. В плане какого-то контроля и саморазвития в жербесную сторону ничего нет. Ладно, случилось. Я не завёл себе ещё график, поэтому показываю вам всё сумбурно на доске у меня ведётся. Но я себе завёл в телефоне специальный жербес-виш-лист, в который я записываю продукты, которые я хочу, ну, среди недели, которые я хочу жрать. И чтобы в день срыва особо не думать и просто идти по списку и смотреть, что я хочу сегодня, чего не хочу. Так что срывов у меня пока что не было. Всем, кто жареет, это очень просто. Всем, кто худеет, я желаю похудеть. А так, те, кто подписан на мой канал, это по умолчанию идеальные люди. Им к чему стремиться не надо, стремиться надо мне. Всё, ребят, давайте. С вами был Сковорода. Жербесная пятница 6 подошла к концу. Надеюсь, сегодня вечером вы нажрётесь и хорошо отдохнёте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok